Ты – Левитан. Ты – Русланова. Ты – Мацуев. Ты – Шаляпин. Ты – Табаков. Ты – Лиепа. Ты – другой, но такой же талантливый. Ты – это ты. И мы знаем, что ты можешь. Мы умеем разглядеть в простом великое. Здорово, у тебя получается. Пойдем со мной. Отделение изобразительного искусства. Здесь будущие художники открывают секреты композиции, изучают рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Работы воспитанников и преподавателей можно увидеть и в Музее русской скульптуры в Лоусоне, арт-студии Нью-Йорка, в посольстве России, в Германии. Икона Божьей Матери Юлии Роговой выставляется в Третьяковской галерее. Проект «Школьная картинная галерея» – это ежегодно порядка 40 выставок. «Мир глазами ребенка», «Радужная кисть» и «Жигулевская палитра». В международной выставке «Человек. От края до края» участвуют дети и педагоги из России, стран СНГ, Латвии, Израиля, Германии, Франции и США. Проект «Творческая дача» – победитель всероссийского конкурса. Самый успешный проект 2015 года. Недавно здесь открыт детский театр моды и студия мультипликации. В ближайших планах студия 3D-дизайна. Нравится тебе? Да. Если хочешь, отведу тебя туда, где тебя всему научат. Пойдем? Отделение народной культуры Обращает детей к народным традициям и фольклору. Здесь можно выразить себя в пении, танце, театре или игре на народных инструментах. Образцовые детские коллективы «Слобода» и «Береста», педагогические коллективы, оркестр народных инструментов «Садко», дуэт «Альянс», трио баянистов, победители крупнейших международных конкурсов и фестивалей. Коллективы – постоянные участники областных программ «Город мастеров» и «Берестечка». Вот эту энергию – да, мирное русло. Музыкально-инструментальное отделение. Здесь дети постигают азы музыки и исполнительского мастерства. Фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, флейта, кларнет, саксофон, баян. Из выпускников отделения можно составить целый оркестр, многие уже успешные музыканты, в том числе и лауреаты международных конкурсов, выпускники Московской государственной консерватории имени Чайковского Светлана Рясная, Майя Андреевская, Владимир Учайкин, а также Николай Кожин, ведущий активную сольную деятельность в России и за рубежом. В рамках масштабного проекта «Педагог-педагогу» в Самару со всей России приглашаются ведущие специалисты, музыканты-исполнители и преподаватели для обмена опытом. Вокально-хоровое отделение Начинает свою историю с 1990 года, с первого сводного хора педагогов гимназии номер один и школы искусств. Сейчас учащиеся отделения выступают на ведущих профессиональных площадках. Музыкальный спектакль «Полет в небеса» показан в театре Натали Сац в Москве и на сцене Самарской филармонии. На международном конкурсе в Москве «Мюзикл Брысь» или «История кота Филофея» получил гран-при. Рок-опера на французском языке «Другой мир» с участием детей из Самары, Саратова и Франции успешно гастролировала как в России, так и за рубежом. Учащиеся вокального отделения участвовали в международном проекте «Дети в опере». Хор «Жаворонки» выступал в составе большого сводного хора «Поющие сердца» в концерте к 70-летию Победы. Хореографическое отделение Здесь обучают всем видам искусства хореографии – классическому, народно-сценическому, историко-бытовому и современному танцам. Жемчужное отделение – образцовый коллектив «Радуга». Выпускники отделения выступали в Самарской филармонии с музыкальным спектаклем «Птица и Иисуса» и участвовали в мюзикле Валера Бубенцов, композитора Артура Зарубы. Выпускница Любовь Савукова теперь артистка Самарского театра оперы и балета. Ансамбль побывал в Олимпийском Сочи, Туапсе, Санкт-Петербурге и Москве. Я нашел персонажа для нашей финальной сцены. Вот же он! Театральное отделение. Самое молодое в школе искусств. Создано в 2008 году. Ребята осваивают здесь мастерство актера, сценическую речь и движение, историю театра, танец, вокал и грим. Театральная студия «Четвертая стена» – лауреат крупных театральных всероссийских фестивалей. Первые выпускники студии Настя Борисова и Ян Захаров учатся в Самарском институте культуры. Ян – обладатель премии президента Российской Федерации за победу в фестивале «Театральная юность России». Этнографический музей-студия «Уголок России» – копия настоящей русской избы с предметами старины, которые дети сами привозят из этнографических экспедиций. О традициях и обычаях наших предков жителям города и области рассказывают сами воспитанники. В экскурсиях посетители здесь не просто рассматривают экспонаты, но и сами участвуют в обрядах, хороводах, народных играх, слушают народные песни. А в экскурсиях «Уголок кукольника» и «Масленичная карусель» смотрят постановки Театра Петрушки. Подготовительное отделение. Здесь малыши в возрасте от 4 до 7 лет могут попробовать себя в живописи, вокале, игре на музыкальных инструментах, хореографии, театральном искусстве и выбрать то, что им по душе. Большинство выпускников подготовительного отделения продолжают обучение в школе искусства «Радуга» у полюбившихся им преподавателей. Инклюзивное образование. Дети с ограниченными возможностями. Для особенных воспитанников «Радуги» это определение условно, ведь возможности искусства безграничны. Слабослышащие дети занимаются здесь бальными танцами, лепкой глиняной игрушки и резьбой по коре, поют в хоре, участвуют в театре «Пантомимы», «Каламбур» и театре моды. Сергей Евгеньевич Иванов. С этим именем связана история создания детской школы искусств «Радуга». Именно он еще в 1990 году собрал вокруг себя единомышленников. Наши идеи, они легли на большое желание и детей, и, самое главное, родителей воспитывать своих детей развитыми, гармоничными, чтобы они не только знали великолепную математику, литературу, но и разбирались в музыке, умели танцевать, умели музыцировать, играть. Мы никогда для себя и для детей рамку опускать не должны. Мы ее выше всегда поднимаем. И мы соперничаем и с музыкальными школами по линии культуры, и с московскими выпускниками. Лидер педагогического коллектива – директор Елизавета Вольфовна Смаркалова, креативный и бесконечно преданный своему делу педагог-новатор, лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», победитель Всероссийского фестиваля педагогов-художников, лауреат областного конкурса авторских образовательных программ и победитель областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов. Сегодня в детской школе искусств «Радуга» трудится 116 педагогов, профессионалы высокого класса как в области педагогики, так и в своем творческом направлении. Это единый, слаженно работающий организм, где каждый преподаватель – личность, стремящаяся к развитию и увлекающая за собой детей. Я могу отметить неоспоримый профессиональный уровень работы преподавателей, стратегически мыслящее руководство школы в лице директора Смаркаловой Елизаветы Вольфовны. Вот это все создает прекрасные условия для творческого развития детей, коллектива. Они настроены на высокие цели, высокие идеалы. Все ради детей, ради детства, ради того, чтобы всем было в этой жизни комфортно и хорошо. Восмотрит добрыми глазами, и сияет взгляд от чистоты, наполняет небо голосами, украшает красками колсты. С самого начала объяснила нам, что душа дороже серебра. Наша школа самая любимая, колыбель искусства и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова